Начало сентября, самое время определиться с выбором кружка или секции. Для школьников-березняков открыты двери больше десятка организаций доп. образования. Танцы, музыка, футбол. Выбор настолько велик, что любой школьник может найти увлечение по душе. Ну а мы начнем наш обзор со спортивной школы Олимпийского резерва «Темп». Школа славится, конечно же, бекунами и легкой атлетикой. Но на этом спектр занятий там не ограничивается. «Темп» обучает школьников в шести направлениях. Это легкая атлетика, спортивная гимнастика и акробатика, игровые виды спорта, баскетбол и волейбол, а также пожарно-спасательный спорт. Пожарно-спасательный спорт – это довольно-таки молодое и перспективное направление. Пользуется успехом у родителей, так как это только в нашей школе можно пройти подготовку по данному направлению. Оно включает в себя 100-метровую полосу препятствий. Это преодоление бума, преодоление препятствия. А теперь перемещаемся во дворец детского и юношеского творчества. Здесь огромное количество кружков разной направленности. Начиная от шахмат и заканчивая цирком и чирлидингом. У нас в Березняках открылся первый клуб чирлидинга «Файерфокс». Чирлидинг состоит из двух основных направлений – это чирспорт и чирперформанс. Чирспорт – это в основе идет акробатика и гимнастика, то есть они показывают свое мастерство. Это как раз-таки пирамиды, чем славятся чирлидинги, отличаются от других видов спорта. А чирперформанс – это танцевальное направление. Неотъемлемая часть детских занятий – это танцы. Так уж сложилось, что танцуют в основном девочки. Но в последнее время мужская хореография тоже набирает обороты. Классические народные танцы, ритмика, балет, сценическая хореография и современные танцы. Такое увлечение не только приносит эстетическое удовольствие, но и может исправить некоторые проблемы со здоровьем. К примеру, неровную осанку или косолапие. Проявить себя можно и в творчестве. Это рисование, студия декора и керамики, шитье костюмов, изготовление мягких игрушек и муляжей. Изображение конкретного предмета – кропотливое и сложное занятие, требующее внимательности и сосредоточенности. Ну а опытные преподаватели знают, как завлечь даже самых неусидчивых ребят. Ребята занимаются классической версией – мультипликацией. Ребята приходят в мультстудию абсолютно с нулевыми знаниями. Мы, естественно, сначала делаем какие-то упражнения. То есть учимся, учим персонажей разговаривать, кувыркаться, учим персонажей перевоплощаться во что-то, просто даже элементарно двигаться. Следующая локация – дом детского и юношеского туризма и экскурсий. Здесь есть краеведческие программы, скалолазание, экологическое направление, в мире животных, экология края, сити фермерства, природный мир, верхний камень. И не обойтись без туристических программ для школьников любого возраста. Причем туризм у нас есть как путешествия, так и спортивный туризм. Там, где дети могут получить разряды, где могут выполнить нормативы званий, кандидатов в мастера спорта, мастера спорта. Ну и, конечно, попутешествовать по всему Пермскому краю, научиться выживать в природных условиях, ставить палатки, разрабатывать маршруты. Как видите, выбор и правда велик. А это всего лишь три организации дополнительного образования и развития школьников. А есть еще и немало платных центров. Выбор остается только за родителями и их детками. Елена Катаева, Кирилл Яранцев, Никита Игнатьев. Наши новости.